Привет, мои дорогие зрители! С вами Элла Австралия. Вот эти семь коробок я нашла на улице. Нашла, открыла и обалдела. Ребят, месяц я уже в шоке, потому что я месяц перебираю вот это барахло. Здесь меня ждали такие сюрпризы, которых я просто не ожидала. Ну что, садитесь, ложитесь, и вы всё сами увидите, где я нашла и что здесь находится. Поехали! Коробки. Батюшки. Ой, бай! Мама дорогая! Ребята. Unbelievable. По-английски это значит, я не верю своим глазам. Это знаете что? Это всё новые галстуки. Коробочка какая-то. Ой, она от времени аж залипла. Сейчас попробую открыть. Ну что ж, начали, ребят. Вы знаете, что я около месяца не могла никак собраться сделать это видео, потому что здесь реальный дурдом. Я не знаю ни как мне это перебирать. Я перебирала, я раскладывала и поняла, что это бесполезное занятие. Начну я, наверное, с самого интересного. Если здесь всё снимать, здесь будет полных 10 серий, потому что здесь сотни галстуков, сотни косыночек, шарфиков. Это просто невозможно показать. Ребят, сюрприз поджидал меня. Конечно, что вам сказать. Среди вот этих галстуков я обнаружила вот эти. Италию Феррэти. Это сделаны в Италии. Я пошла на их сайт. Это очень дорогие галстуки. Их всего здесь несколько штучек. Галстуки шикарные, шикарное качество. Силк. Как он по-русски? Господи, силк-то бог ты мой. Вот, это тоже Италии Феррэти. Шок. И это тоже Италии Феррэти. Всё здесь абсолютно всё новое. И, конечно, бонус это вот. Это кристаллы Сваровски. Галстук. И сейчас я вам покажу, сколько это чудо стоит у них на сайте. Точно такой же я не буду искать. Вот он. Подобный. 345 евро. Это ибэй. Почём проданы галстуки, бабочки. А там я нашла ещё и несколько бабочек. Цена разная. Есть и за 200 долларов проданы. Есть и за 80. Вот какой-то даже за 16. 257. Ещё бонус. Вот это я даже и не видела. Италии Феррэти. Тоже с кристаллом. Вот такой есть. Вот такой. Потом, значит, галстук. Вот такая бабочка. Тоже другая фирма. Эти галстуки Медичи. Вот очень красивый галстук. Это тоже Медичи. Этот весь переливается. Этот тоже переливается. Сделано в Италии. Вина. Вина. Пенотти. Стефана и Марио. Ну, обалдеть. Бабочка продана за 214 долларов. У них на сайте вот продают за 145 долларов. Ребята, за такие цены я, конечно, никогда не продам. Потому что там же, наверное, как-то должно прийти в коробочках упакованы. А здесь все без коробок. Ну, здесь поджидало меня очень много сюрпризов. Столько, что просто отвал мозга. Вот это покажу. Вот это покажу опять наиболее интересное. Президентский галстук на Австралия-Нопен. Австралия-Нопен, наверное, знаете, каждый год в Австралии проходит соревнование по теннису. Это тюремный корректив-сервис нашего штата. Тюремный платочек. Ещё галстук президентский. Ещё один президентский. Сейчас хочу заострить ваше внимание на этом галстуке. Я случайно увидела, думаю, что там написано. Взяла лупу, потому что прочитать было невозможно. И что оказалось здесь пишут? Королевская масонская ложа и номер ложа. Я посмотрела, она находится где-то в городе. Посмотрите, какой шикарный галстук масонский. Качество вообще просто обалденное. Он очень красивый. Очень красивый. Дальше едем. Вот ещё очень интересный. Ещё один масонский. Что здесь? Ложа. Ньюс Атвеллс. Масонник шоп. Видите, какой... Вот это мальтийский. Возможно, это тоже масонский. Вот интересный шарфик детективы Нортон Бичес. Значит, сделали специально для детективов. Ага. Возможно, это женский шарфик для девушек детективов. Так? Не так? Идём дальше. Это что такое? Ага. Вот это ещё один галстук для детективов Нью-Тауна. Ребят, ну это реально уникальные вещи. Тоже детективы. Вот этот из шёлка. Панк Куин. Это значит королева панков. Два шёлковых галстука. А криминальная команда. Это тоже от каких-то детективов. И это наша регби австралийская команда. Вот тоже очень красивый галстук. Рабитос, по-моему, так называется. Зайки. Очень красивые тоже с лошадками клуб Брисбан. Здесь кенгуру. Это всё от спортивных команд. Австралия. АРЛ. Рэбби-клуб. Австралия. Рэгби. Франция. Франция, 2007 год. Вот это, наверное, самые неинтересные. Хотя качество вообще шикарное. Спортивная школа. Блэктаун-сити-канцел. Это, наверное, как в Казахстане Акимат. Видите? Вот этих очень много одинаковых. Господи. Господи. Эти я даже и не открывала ещё. Ой, вот этот очень красивый. Этот вообще шикарный. Просто шикарный. Он весь золотой. Он весь переливается. Это тоже от какого-то клуба. Это Реал Стейт. Здесь с драконами. Вот это кожаные галстуки. Кожезаменитель. Вот очень красивый. Серебряный. Вот эти. Вот это вот всё кожаные. На этих, по-моему, не написано, где сделано. Тоже очень необычный. Вот такие. Лил Джавал. Дизайн. Тоже разного цвета. Ой, батюшки, свет. Это что? По-моему, это платочки. Не то платочки, не то шарфики. Это наборы. Это сюда. Это к этому. Это тоже всё из шёлка. Вот этот очень красивый цвет у него. Тоже весь переливается. Слоями положила. Эти я даже не смотрела. Потому что по какому принципу их разбирать, одному богу известно. Вот очень красивый. Тоже шёлковый. И, возможно, он тоже масонский. Цветочек на что похож. Не знаю. Вот эти тоже очень красивые. Это фемида или не фемида. Что тут пишут? Вис-пер-сапи-энто. Это не на латинском. Это военный. Морской флот. Спортивные. Нью-Ингланд-рэгби. 2013-й год. 120 лет. Ну вот, скажите на милость. Что бы вы, ребята, делали? А? Ну, у меня крышу снесло от этого всего. Я не знаю. И это ещё не всё. Ага. Смотрите. Тут ещё детективы. Будешь это перебирать. Кто его знает ещё, что тут, какие чудеса найду. Вот, видите, всё тут. Вот. Вот тоже красивый. Всё идёт слоями. Третий слой. Бедный диван. И среди шарфиков меня тоже поджидали огромные сюрпризы. Огромные. Бразилия. Дублин. Манчестер Юнайтед. Это что? Сама не знаю, что. Нокс. Это карта Сиднея. Ну как, вот это вот считается самой дорогой, и это центр города. Очень высокого качества. Тут вообще можно, знаете, как по шарфу, по шарфу смотреть, куда идёшь. Это эксклюзивный шарфик. Джен Томвой. 100% силк хендмейт. Невесомый. Невесомый. Это, скорее всего, какой-то аборигенский. Вот их тот. Вот. Может быть, ещё где-то есть. И для себя я нашла. Вот этот я оставлю себе. Обожаю. Просто обожаю. Бабочки. Пашмина. Пашмина. Ещё одна пашмина. И они разного цвета. Тоже австралиян. Опа. Это большой шарф. Пашмина. Гранд-финал. Кама... Камасутра. Шарф Камасутра. Не знаю, как читается. Очень красивые. Это аборигенский. Ещё галстуки. Ага. Вот этот, по-моему. Знаете, что? Кажется, вот этот. Это Свис компания. Скорее всего, носили стюардесса. Вот. Какой-то я проверяла. И как раз были вот это вот ещё что. Ой, ребята, я заговорилась. у меня от такого всего голова кругом. со мной. Вот это мужской шарф. Ой, очень красивый. Ой, какой прям... прям таки... Ага. Вот я его, кстати, не видела. Италия. А эти и не показала. Аборигенские платочки. Это тоже... Это тоже... Это тоже... спецзаказы. И там даже имя художника написано. Вот они здесь. Упаковка. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайка погулять. пятьдесят, двадцать пять. Шарфик. Кашемир. Ой, а здесь что-то красивое. Я не подозревала, что такой большой. Птичка-невеличка. Ягодки. Он такой длинный практически как... Ну, наверное, метра два. Носочки новые. Еще бонус. Ой, какой красивый. Я тоже это не видел. Итало Феретти. Какой цвет красивый. Вот этот я откладываю. было очень много вот таких маечек. Я уже их Дороти отдала. Отвезла в церковь. Кусок материала. Из шелка. Галстучный материал. Десять. Пятнадцать. Или Экс Ви. Или пятнадцать. И лев. Ну, довольно-таки. Что с него сшить-то можно? Я не знаю. Это целое платье, наверное. Ну, кто ж такое носить будет? Сейчас покажу, что-то. Венди Ньюман. Шелковый шарф. Но вот здесь он обрезанный. Посмотрите, какая это красота. Дизайн 2017 года. Силк. Огромная косынка. Огромная. С невероятно красивыми цветами. И нашла я дизайнера Дженни Ки. А теперь не падайте. Потому что я сама упала. Вот она, эта косынка. Их продавали по четыреста сорок пять долларов. И написано, что все проданы. Бог ты мой. У меня аж голос пропал. Так что это огромный бонус, конечно. Это я тоже откладываю. Говорится век живи, век учись. Дженни Ки. Джампер. Оперхаус. Свитер. Это все, почем продано. А этот кардиган вообще продан за тысячу долларов. Но вот тут зачеркнуто тысяча двести. Значит, за тысячу продали. Видите, какие яркие, красивые краски. Не слышала про этого дизайнера. Ребята, я в шоке. Я в шоке. Вы можете себе представить, что такой же шарф находится в Павла Хаус Коллекшн в музее в Сиднее. И выпущен он Лимитед Эдишн. но только где я не вижу, где на моем пишут какой у него номер. Боже, боже, это вообще я реально, ребят, в шоке. Вываливаю все на диван и что потом? Кто это складывать все будет? Николай Второй Made in Италия шарфик. В общем, они продавали, знаете как, они и сами шили и продавали сопутствующие товары. И это все, так сказать, не ликвид. Ага, вот шарфик. Вот шарфик обалденный. Сейчас я вам скажу, что это такое. Смотрите. сто процентов шелк. Шелковый. А я почему-то думала, что он из кашемира. Материал просто живой. Вот этот вот шарфик я отложу и когда поеду в Алмату, я подарю его своей Ольге. Она очень любит шарфики. Вообще шикарный, просто шикарный. Вы еще не устали, солнышки мои? Сто процентов полиэстер Made in Япония. Ну, это вот похоже мне на винтажный шарфик. Ну, как видите, здесь есть и винтажные вещи, они все новые. Едем дальше. Вот это вот тоже чудо. Я говорю, шарфика, это косынка. Очень большая. Пьер Кутен и тоже с этой стороны не подшитая. Валенки, валенки. Эх, да не подшиты старенькие. посмотрела на eBay, если бы была это в нормальном состоянии, она бы была продана больше, чем 100 долларов. Видите, это с 91 года. тоже какой-то именной. Легенький, легенький, прям не воздушный. это японский. Японская мама сделала. Вот мама сидела японская и делала. посмотрите, как у меня это еще не все. Батюшки свет. Blacktown City Council. Австралийская мэрия. Акимат. Вот, ребята, вот еще коллекционный. Эриксон персонал компьютер. Это ж с какого он года? Я, кстати, искала, даже такого найти не смогла. Defense Force. Ага, это, значит, военный шарфик. Армейский. Вот это вот тоже какой-то специальный. Тут что-то написано. Возможно, возможно, даже его сделали вручную. Похоже, мне на это. Вот там что-то пишут. Оу! Хе-хе-хе. Вот еще чудо чудное. Феррари. И это сделано в Японии. Это тоже аборигенский кенгуру, черепашки. И целая коробка. Вот это все запечатанное. зубровка. Зубровка. Бизон, грас, водка. Как вам такое? Зубровка? в зубра превратитесь. В общем, я заговорилась. Так что, ребята, это было, наверное, самое длинное видео. Вот это вот тоже японский, которое я снимала за все эти года. и там, и там. Ой. А вот и сама дизайнер в этом платке. Ну и, как говорится, вишенка на тортике. Дорогие мои зрители, посмотрите на эту косынку. это произведение искусства. Я не знаю, возможно, это Алиса в стране чудес. И сейчас вы что-то узнаете. Смотрите, тут и Мишка, тут и девочка, тут и чайник, тут и зайка, тут и бабайка, и чего только нет. А теперь смотрите, что здесь написано. Синунда бич фосойка. Я пошла посмотрела. создал эту красоту дизайнер и художник Анна Кустикова. Это её страничка на Фейсбук. Вы посмотрите, какую красоту она создала. Ландыша. Что только она не делает. Она и пишет, она и вышивает. Создаёт удивительные, уникальные вещи. И вы знаете, что? Когда я разговаривала с Натальей Фальконой, я ей показала этот шарф. Она пошла к ней на сайт Этси и купила от этого дизайнера себе купальник. Так что, дорогая Наталья, мы ждём обзора купальников полный рост. Ребят, вы представляете, какое получилось чудо? Если бы я не нашла этот шарфик, даже два шарфа, я бы не узнала о таких удивительных людях. Дорогие мои зрители, кто захочет, зайдите на страничку, посмотрите какие уникальные вещи она создаёт. Это просто чудо. Я влюбилась в её творчество. Это такой шарф у неё в единороге. Ландыши. сказочные картины. Кто не знает, что у меня есть второй канал, канал называется Элла Австралия Ти Ви. Всем добро пожаловать. Дорогие мои, погуляли, прошвырнулись, подышали австралийским воздухом. У меня будет к вам как обычно. огромная просьба. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, это поможет развитию канала. А с вами была Элла Австралия. Ребята, вот кто не видел, это мои старые находки. Обезьяна без кармана. вот это моя любимая Диана лампа и т.д. и т.п. Так что видео все у меня на канале, где я нашла мои сокровища. А вот этот Будда из аметиста. Дорогие мои, я вам всем желаю огромного здоровья и мирного мирного неба над головой. Увидимся очень-очень скоро.